Добро пожаловать ребят на 20 этап Формулы 1 на Грампли Бразилию Ну что же, на этом этапе у нас будет решаться чемпионский титул между Феттелем и Хэмилтоном Для Феттеля надо соответственно финишировать всего лишь в очках, там заработать 12 очков и тогда он точно получит титул Ну а Хэмилтону наоборот надо финишировать на первом месте и чтобы Феттель не заработал никаких очков, тогда у него еще останутся шансы на чемпионский титул Ну и что же, в квалификации я решил то, что не буду выходить в третий сегмент Решил проехать на медиуме, потом думаю ладно, надо заработать получше позицию Решил даже под конец может быть стоит сбросить газ, но по итогу все равно на полную газу проехал прямую и выехал только на 12 позицию И тут я понял то, что все будет очень печально, но в принципе Бразилия у меня всегда была печальная, темпа особо тут у меня не будет Плюс здесь как раз раскрываются все проблемы нашего шасси из-за второго сектора, в котором я очень много терял Фрестаппин, конечно, чуть меньше терял, чем я, но все равно тоже он не мог ехать в полную силу, так сказать И да, после этого я понял то, что реально надо как-то уже качать шасси, поскольку, ну с таким дерьмовым шасси, мягко говоря, мы далеко не уедем И просто весь стереболит у нас, все модификации упираются именно в наши шасси Ладно, стартовую решетку у нас, первый Вальтери Бота, второй Льюис Хамильтон, третий Карл Сайнс, четвертый Даниэль Риккардо, пятый Дэвон Батлер, шестой Макс Фетстаппин, седьмой Чекоперес, восьмой я Девятый Ким Мереквин и десятый Себастьян Феттель И тут у нас решили все взять штрафы, ну как обычно По поводу того, что у меня был написан штраф Да, я взял новый ДВС, но почему меня не откинуло? Потому что я понял, как работает этот баг Самое главное, короче, брать запчасти уже после квалификации, а не до нее Соответственно, у меня тогда были штрафы, сейчас их не было Ладно, перейдем к старту Гаснут красные огни, я срываюсь с места Проигрываю, как обычно, все позиции Ну, точнее, да, Риккардо отходит справа, Феттель пытается обойти слева По итогу мы входим бок о бок в первый поворот Втроем, но по итогу я выхожу из этого всего победителем Небольшой контакт с Риккардо, поскольку перестроился очень опасно перед ним И он мог даже поломать себе передни эти крыло, но повезло, что не сломал И по поводу немного тактики, то, что она у меня будет в один пистоп По сути, да, она оказалась более-менее выигрышной Но почему я это сделал, поскольку на софте здесь не мог, в принципе, ехать Потому что за круг 2 он уже просто уничтожался в ноль И невозможно было на нем ехать Уже в квалификации даже, проезжая прогревочный и уже квалификационный круг Разница ощущалась под конец трансляции довольно серьезно Поэтому я решил, что софт я буду избегать Только если в крайних случаях вдруг там в конце у нас выйдет машина безопасности Может быть, только тогда я перейду Но это так, если вдруг перейдет такое, так сказать Итак, Мерседес у нас борется за первую позицию Казалось бы, Хамильтону надо отъезжать как можно быстрее от всего пилотона Но нет, Вальтери говорит Нет, не так уж быстро, дружок, ты отъедешь от меня Я тоже хочу выиграть на этом этапе И мне пофиг, что ты боишься за чемпионский титул И по сути, да, для Хамильтона был в данный момент довольно критичен Поскольку Ботос его сдерживал почти весь круг По крайней мере, в трой секторе они проходили бок о бок Что неплохо их так замедляло Позади также, да, у Феттеля тоже были проблемы с прохождением болидов То есть, это две Альфа Ромео, его напарник и Хас еще был Втроем они входят еще и в четвертый поворот Но благо, все-таки проезжают и не Альфа Ромео Но вот с Леклером не повезло у Феттеля Уже придется ему дальше с ним бороться В девятом повороте я провел неожиданно атаку даже для себя Я не ожидал, что буду атаковать, поскольку Перес довольно рано затормозил Мне пришлось еще отворачивать от него, чтобы избежать контакта И по итогу мне удалось еще его прости Но, к сожалению, мы отстали от предыдущей группы От Батлера и от всех остальных там больше, чем на секунду Ну и да, Перес все-таки позади меня У него слипстрим есть Без каких-либо проблем он меня догоняет И начинает пытаться, точнее даже пройти Но в первом повороте мы только поравнялись с ним Во втором я уже выхожу вперед, поскольку поворот идет в мою пользу Ферстапер впереди тоже начинает потихоньку прорваться Риккарда, которому как-то удалось пройти в третий сегмент И неплохо культируется А точнее офигенная симуляция третьего сегмента Но по итогу все равно Риккард начинает потихоньку проваливаться Начинает его потихоньку проходить Сначала прошел Ферстаппин Потом еще и Батлер попытался обойти И у него это в принципе без проблем вышло Сейчас какое-то время я его тоже догнал, тоже смог пройти Но вот оторваться от Риккарда я уже не смог Мне не позволял темп, к сожалению, это сделать А у него все-таки была возможность ехать за мной спокойно, поскольку у него был Слепстрим и ДРС Через круг позади меня развернулась опять же борьба между Риккарду уже и Пересом Также и Феррайт там уже подключили Там уже и Гасли был То есть все потихоньку пытались пройти Перес мог обойти Риккарда Но Риккарда получился лучший выход За счет чего он смог отстоять свою позицию Правда ненадолго На старт финишной прямой он начинает снова терять позицию по отношению к Пересу Бок о бок они проходят первый поворот В котором Риккарду умудряется выйти чуть вперед И по итогу в втором повороте они снова только поравнялись На выходе с третьего Риккарда был впереди Но идет потом у нас Слепстрим ДРС у Переса Точнее даже просто ДРС И позади уже и Эклер пытается обойти их Но Перес совершает ошибку на торможении Из-за чего Риккарда возвращает себе позицию Но они отстали от меня И по итогу один из них теперь не будет получать ДРС Впереди у нас также шла борьба Сайенс какое-то время посидел позади Пальтери Поравнялись с ним в первом повороте Во втором также прошли его бок о бок И уже в третьем повороте Сайенс спокойно смог завоевать вторую позицию И позади уже был Ферстаппин недалеко Также он думал где будет атаковать уже Ботас попытался контратаковать Сайенс Но ничего не вышло Сайенс также еще ошибся на торможении Но это не помогло Ботасу никак Позади меня Перес все-таки смог пройти Риккарда Риккарду уже атакуют Леклер Также бок о бок они начинают проходить И на выходе из поворота Леклер оказывается быстрее И по итогу он проходит Риккарда Ну и там уже также Феткель позади Уже пытается тоже где-нибудь просочиться Чтобы опередить Риккарда И перестать терять уже кучу времени Поскольку в данный момент Юис еще может оставить себе шанс На победу в личном зачете Если он приедет на первой позиции Но этого не будет Поскольку уже Сайенс прошел Хэмилтона Также еще и Ферстаппин прошел Хэмилтона И Хэмилтон выходит на третью позицию у нас Также еще у нас сошел Вальтери Боттас Так что теперь у Мистеца есть проблемы В кубке конструкторов Поскольку у Феррари слал две машины в гонке Но забегая немного вперед У Леклера будут проблемы в середине гонки Из-за чего он не сможет финишировать в очках Так что вылет Вальтери по сути Для Мистеца все равно был критичен Поскольку если бы Хэмилтон и Вальтери приехали бы в очках Они бы смогли более-менее еще побороться за кубок конструкторов А так для них все очень и очень плохо Потом Ферстаппин с Хэмилтоном скликнулись в борьбе за виртуальное второе место По итогу Хэмилтон все-таки одерживает верх над Ферстаппином На выходе из правого поворота зачистного И по итогу на следующем году у них все повторяется Что самое интересное воевать они так будут почти до конца гонки И пока к ним кто-нибудь не подъедет Вот позади них уже Баттлер был в этот момент После всего пидстопа По сути они уже все делали по одному пидстопу Я же в этот момент ехал где-то впереди Ждал своего тоже пидстопа Чтобы перейти на хард и начать уже на нем более-менее ехать Пытаться Поскольку все-таки по темпу Меня сильные довольно опережали все болиды Кто был на софте в этот момент У Ферстаппина и Хэмилтона затянулась в этот раз борьба Они почти весь второй сектор проехали бок о бок Но Ферстаппин все-таки смог выиграть После своего пидстопа я выезжаю позади Леклера и Косли Которые между собой боролись Но после этого Леклер начал очень-очень дико отставать от Косли По итогу я его прохожу на старт с финишной прямой И начинаю потихоньку уже отрываться Также да, Леклер попытался меня контратаковать на второй прямой с ДРС и с липстримом Но у него ничего особого не вышло Через парку кофы уже двери но начали атаковать Причем прошли не за одну прямую Даже несмотря на то, что у Леклера тоже был ДРС Вот казалось бы, вроде бы Леклер поставил себе новые запчасти ДВС Но по итогу все равно у него есть какие-то проблемы с ДВС Из-за чего он не может нормально ехать Также Леклер начал борьбу уже со своим напарником Фюхемергом И смог выйти вперед По итогу Леклер получил плюс две позиции Фюхемерг, ну по сути ничего не получил, остался при своем Но Леклер две позиции проиграл Тем временем впереди у нас Ферстаппин проиграл позицию Хэмильтону И также уже его догнал Батлер и Феттель По итогу они втроем начинают проходить четвертый поворот Но Феттель по итогу не смог обойти Ферстаппин Ферстаппин остался при своей позиции Но Феттель обошел при этом Батлера И через какое-то время они все поехали на свой плановый второй питстоп Я же к этому моменту выехал на вторую позицию Сайенс был очень-очень далеко от всех нас Из-за всей борьбы, которая происходила за вторую и третью позицию Сайенс смог спокойно без проблем оторваться После своего питстопа Хэмптон тут же меня начал атаковать В втором секторе он смог со мной поравняться Но так легко я ему решил не отдавать позицию Плюс позади меня уже был Ферстаппин Которому надо было сохранить желательно эту позицию Воспользоваться немного командной тактикой И попустить его вперед Дабы он все-таки мог заработать хорошие очки Для нашей борьбы с Хэмптоном Ферстаппин смог поравняться с Хэмптоном И попытался его пройти Я же в этот момент попытался наоборот оторваться от них Чтобы не огребать от всех и сразу Поскольку там было уже 4 болида И все они меня могли без проблем каких-либо обойти На старт-финишную прямую выходят Ферстаппин и Хэмптон У Хэмптона будет ДРС, у Ферстаппина тоже Но у Хэмптона при этом будет еще и Слипстрим Благодаря которому он смог поравняться на старт-финишную прямую Еще до первого поворота Хэмптон смог пройти Ферстаппина Позади уже и потихоньку Феттель накатывал к нашей группе небольшой И Баттлер также думал куда бы ему надо протиснуться тут Чтобы обойти Ферстаппина Уходим на вторую прямую с ДРС Позади меня уже был Хэмптон Который без проблем меня мог атаковать за счет Слипстрима и ДРС Я смещаюсь максимально влево чтобы занять внутреннюю тарикторию И по итогу за счет нее выйти вперед И как это и получается я выхожу вперед Хэмптон Не даю ему себя обойти И по итогу мы продолжаем ехать таким же паровозиком Но Феттель уже был довольно близко Позади нас он уже обошел Баттлера К нам уже подъехал и Косли в тот момент Что же Хэмптон все таки смог провести удачную атаку на меня Также уже и Ферстаппин смог поравняться с Хэмптоном И Ферстаппин обходит меня Хэмптон позади Но это в принципе ненадолго Поскольку идет у нас дальше еще одна прямая Да у меня будет ДРС и Слипстрим от Макс Но я к сожалению Сделаю ошибку на торможении Которая по сути загубит мою третью позицию Я поздно торможу Вылетаю чуть широко По итогу у меня проходит Хэмптон И уже позади меня был Феттель Который также меня хотел обойти Да Какое-то время он меня не мог обойти Мы даже от 100 лет Передущего Ферстаппина и Хэмптона Которые боролись за второе место И причем неплохо так боролись И Хэмптон выходил вперед Ферстаппин также пытался выйти на вторую позицию И так у тебя происходил обмен там Почти до конца гонки Пока в их борьбу не ввязался Феттель Который меня все-таки сможет обойти Ну в принципе это было понятно Рано или поздно мне сможет обойти Вопрос был в том Сможет ли меня обойти позади Баттлер и Гасли И если еще нас никто не догонит при этом Ну ладно Вернемся к борьбе Хэмптона и Ферстаппина Который все-таки Хэмптон одержал вверх в этой борьбе Но на следующем кругу Уже Ферстаппин снова попытался атаковать Хэмптона У него это выходит более удачно До первого поворота ночи проходит его И выходит тем самым вперед Потом к ним уже присоединяется Феттель И уже у них начинается борьба втроем Собственно Ферстаппин пытается атаковать Хэмптона Феттель атакует Ферстаппина и Хэмптона И они втроем начинают проходить четвертый поворот На выходе Хэмптон остался на своей второй позиции А вот Феттель смог поравняться уже с Ферстаппином И по итогу у них начинается борьба уже за третью позицию И при данном раскладе Феттель по сути выигрывает чемпионский титул Поскольку Льюис не отъедет далеко по очкам А вот Феттель наоборот наберет те самые нужные очки И уже в Бразилии оформит себе титул По итогу Феттель проходит все-таки Ферстаппина И уже пытается догнать Хэмптона Что у него получается на старт финишной прямой За счет слепстрима и ДРСа начинает его проходить Что у него выходит Но Хэмптон не так уж просто сдается Он попытался контратаковать на следующий прямой За счет слепстрима и ДРСа Что у него также выходит Поскольку слепстрим немало дает скорость ему И без ких проблем поравнялся с ним И на выходе выходит чуть лучше И по итогу вырывается на вторую позицию Ферстаппин к этому моменту Также пытался где-то их пройти Но финальная стычка между Феттелем и Хэмптоном И Феттель выходит на вторую позицию Теперь что касается моей борьбы за пятую позицию Мы слепнулись с Баттлером и Гасли Позади у нас был Перес Который тоже подъехал через какое-то время Со всеми у меня была близкая довольно борьба Почти до контактов доходила Я по максимуму пытался всех вытеснить Чтобы у них было много хуже траектории выхода При борьбе с Гасли мне повезло оказаться Позади Гасли во время точки детекции ДРС По итогу у меня напрямую было ДРС На счет ДРС я смог кое-как удержать свою позицию Если бы не ДРС Я думаю меня бы тут же обошел и Баттлер И Гасли смогу поравняться Я потерял бы свою пятую позицию Но к концу гонки они никак не смогли атаковать Я приезжаю на пятой позиции В принципе неплохой результат для меня Поскольку в Бразилии у меня должно было быть Все намного и намного хуже Ну что же, чемпионский титул у нас выигрывает Себастьян Феттель Свой пятый чемпионский титул Льюис, к сожалению, ему чуть-чуть не хватило Чтобы выиграть Но все-таки это гонки Тут все бывает Все сходят, все плохо едут У всех все отказывает И с этим ничто не поделаешь По итогу Феррари неплохо проезжают этот сезон По сути для себя Также они немного вырываются вперед В кубке конструкторов Пусть и да, у них Леклер приехал вне очковой зоны Из-за проблем с ДВС Хотя опять же вроде бы менял какие-то запчасти Но похоже не все Не хотели брать прям кучу-кучу штрафов Сайенс у нас выигрывает Данный гран-при Неплохо, как обычно, проехал его Ну и плюс да У него было преимущество в том То, что позади него все боролись И никто не мог нуждать ему борьбу Из-за чего он спокойно мог отрываться И никто его не мог Собственно достать Ургулу, в принципе, был, как обычно Неплохой здесь темп Ну, у Гасли да Он был немного провальный Но из-за того, что все-таки стартовал С середины пелотона Не смог он сразу реализовать свой темп И да, можно подводить уже некие итоги этого сезона Поскольку в Абудабе станет гонка такая более формальная для нас Так как мы уже нигде не участвуем в борьбе А уже наши позиции в кубке конструкторов И в личном за счете решены То, по сути, эта гонка станет борьбой между Мерседесом и Феррари Поскольку они еще борются за кубок конструкторов И мы с Разбулом, к сожалению, слишком до них далеко Но в следующем сезоне, я думаю, все будет иначе И мы сможем побороться и за личный зачет И за кубок конструкторов По крайней мере, я на это надеюсь Ну и также да, стоит отметить то, что Этот ролик был записан еще на старой версии 1.04 И был он записан в тот день, когда вышла версия 1.05 Соответственно, Абудабе будет уже с новой версией И я хотел, наоборот, проехать эти оба этапа в один день Но неожиданно то, что Кодмастер сделает вот такую подлянку И выпустит патч, по сути, днем, даже ближе к вечеру И, наконец-таки, поменяли расстановку сил И вы ее увидите уже только в следующем ролике Не буду спойлерить вам Из модификации я беру мелкую модификацию на мощность Поскольку я хочу, как я уже говорил, взять Три глобальных модификации Одну в двигателе и две в аэродинамике Ну, по крайней мере, я надеюсь, что мне хватит на них очков Также мне надо еще адаптировать запчасти В шасси и в отделе износоустойчивости Поскольку двигатель у нас очень быстро изнашивается На этом, ребят, с вами был Warhammer Подписывайтесь на канал, ставьте лайки И до скорых встреч, ребят Пока-пока и удачи вам